Современная Россия Современная Россия Это продукт Путина? Или наоборот, Путин Это такой естественный, вполне Продукт того общества Которое сейчас там у нас есть? Вот смотрите Скисшее молоко может стать Сыром, которое На сырной тарелке будет 15 фунтов За кусочек А может стать Рассадником Бактерий и отравить Весь холодильник Это зависит от того, какие бактерии Попадут туда Ну и вы конца и края этому Не видите пока Конец и края может наступить в любой момент Сильная личность С идеями У этих политиков У современных, у них же нет идей А у Навального есть? Вот они выражены Очень много Да, очень много ливизны Но в целом В целом это Государство Ну типа что-то А-ля Северная Европа С очень большим социальным креном Большой социальной ответственностью Заботой о людях Что безусловно В тысячу раз лучше, чем То, что есть в России сейчас И в 10 раз хуже, чем тот идеал Который может быть А что Навального ждет? Вот сейчас марта 2018 года Его не избирают Его ждет арест за избитие полицейского К огромному сожалению Потому что Они страшно боятся Беспорядков 18 марта Ну просто, чтобы он не смог ничего организовать Находясь в сезон А мы здесь организовываем У нас будет большой митинг Напротив посольства Будем кидаться Тухлыми яйцами Мы уже выставили яйца Поближе к комфорке Они тухнут сейчас Яйца, помидоры Будем тухлыми помидорами Яйцами кидаться Обливать позором Всех, кто идет Голосовать на этих псевдовыборов Потому что все Все они соучастники Ну Это некоторый хэппи-винг А Какая-то программа есть еще? Вот что делать после марта? Вы считаете, что бизнес в России Будут давить еще больше? После марта Навальному нужно Я буду всячески За это Радеть и стараться Расширить Улучшить И откорректировать Свою программу Отразив Там Сделав ее более подробной В каких-то моментах В каких-то моментах Убрать глупости В каких-то моментах Пояснить, что он имел ввиду И так далее Чтобы Больше количества людей Нашли для себя Ответы в этой программе А как вы оцениваете Вот деятельность Которая ведет Другое круглооппозиции Ну назовем его условно Там Каспаров Младший Карамурза Которые работают Через запад Медленно Кропотливо Но потом Бах И акт Магнитского Я уважаю Я уважаю Любого Идейного Последовательного Человека Уважаю Даже если Не разделяю Его взгляды Любой Идейный Последовательный Ну вот Нет Карамурза Очень близкий Ко мне По взглядам К нему Я отношусь С большим Уважением Именно Поэтому Он стал Мишенью Только потому Что В отличие От огромного Количества Людей В оппозиции У него Есть идеи И это Большая ценность Ну вы два раза Убить пытались Совершенно Я говорю Поэтому Вам кстати Здесь не страшно Ну слушайте Я устал бояться Ну честно А вы боялись Раньше В России Да конечно А здесь нет Несмотря на Там Литуненко Сомнительного Березовского К сожалению Или к счастью Вес моих слов Не настолько Тяжелый А я поработаю Немножко Адвокатом Дьявола И спрошу вас А вы не боитесь Революции Вот на момент Этого Переламывания Костей Что такое Революция Голодные бунты Та революция Тиф Испанка Не может быть Голодных бунтов Не может быть Голодных бунтов При При том При тех Идеях С которыми Я бы хотел Там Например Какую я хотел Популяризировать Ну что После прихода Саакашвили Были голодные бунты Там в 4 раза Там в 4 раза Вырос ВВП За 10 лет Только потому Что Они разрегулировали Дерегулировали экономику Сделали ее открытой Прозрачной И честной А вы бы кого в себе Взяли в команду В несуществующую страну В несуществующую команду А На фейсбук Бы повесило объявление Кто бы пришел Провели бы собеседование Вот так А как Эссе Видение Умение Разговаривать Быстрота Реакции Быстрый Быстрый Жесткий Конкурс Быстрый Чек По Предыдущим Делам Сотрудничал С гестапо Нет Ксения Собчак Сотрудничает С гестапо Конечно Она сотрудничает С гестапо А в чем Ее интерес Они все Сотрудничают Грудинин Собчак Титов Все сотрудничают С гестапо Поэтому И была Моя такая Реакция Мне казалось Что она Перестала Сотрудничать С гестапо Поэтому Гестапо Даже Шмонала Там В 2012 Году Мне казалось Что она Выросла Херос 2 Но вы считаете Что это Ее просчет Что это Какая-то ошибка Нет Это Ее Расчет И расчет Сделает Ее Очень Состоятельной Очень Влиятельной Женщиной То есть Она Такой Умышленный Спойлер Абсолютно С намерениями Абсолютно Я просто Не могу Естественно У нее Спросить Ксения Анатольевна Вы сотрудничаете С гестапо Поэтому Я спрашиваю Об этом вас Потому что Мне интересно Что вы думаете Об этом Да Ну А факт О том Что там В конце лета Была встреча С Путиным И об этом Договорились Об ее Подобном Участие Это бесспорный Факт Да Сотрудничать С гестапо Самым Основным С гитлером Можно Сказать Можно Сказать В обход Гестапо Сотрудничать С фюрером На На Прямую Он знает, что он делает, он же не наивный юноша, не запутавшийся человек, он не хочет, не думает и мыслит как лучше и просто не может найти пути. Он не жертва обстоятельств, как пытался нам сказать Титов или как пытался нам в книжке сказать Зыгарь, не окружение его таким сделали злодеем, не злобные страны Запада и с их нечестными лидерами спровоцировали бедного Путина на эту злобу и агрессию и на несколько войн, которых он втянул в Россию. Он не жертва, он основной зачинщик этого всего. Преемник будет? Он будет его искать? Ну конечно, конечно. Я думаю, что они изменят закон и конституцию так, чтобы он был каким-то специальным вождем, а президент будет кто-то из очень лояльных, просто нужно, чтобы преемник был кто-то из абсолютно лояльных. Я думаю, что у них и такая идея. А у него будет должность лидер революции, которая без начала и без конца. Джамахер такой. Приемник будет из военных? Ну точно, конечно, чекисты. Ну не бизнес. Они определенно победят, по дефолту победят. Чекисты, конечно. Ну давайте надеяться, что будет лучше. Будет лучше, потому что они... майор подскользнется, майор упадет. Обязательно они сделают ошибки. Любые стареющие патриархи совершают все больше и больше ошибок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!